У нас и российские тренды, и зарубежные тренды, они все-таки идут рука об руку, что называется, нога в ногу. Из таких глобальных трендов, и то, что обсуждали здесь на конференции, я бы отметила, то, что мы двигаемся в направлении гармонизации не только между странами Еврозеса, но и со странами Евросоюза, наших общих правил по регистрации лекарственных препаратов, и, соответственно, это приведет и к гармонизации проведения клинических исследований, получения клинических данных в больших, крупных клинических исследованиях. Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы и наши отечественные препараты, да, также, в общем-то, были интересны не только нам, но и другим, которые проживают в европейских странах, в американских странах. Поэтому это тоже такой очень хороший тренд, когда компании, российские компании выходят на международный рынок и могут, в общем-то, быть конкурентоспособны в проведении клинических исследований. В частности, если говорить про нашу компанию, про компанию РФАРМ, то компания проводит клинические исследования в 25 странах мира со своим препаратом для лечения ревматоидного артрита. И я считаю, что такой хороший тренд, когда российская компания может сделать что-то большое, что-то крупное не только в России, но и в других странах. Если говорить в целом о препаратах, которые сейчас находятся на этапе клинических исследований, то, безусловно, это прежде всего онкологические препараты, потому что онкология – это все-таки флагман, наверное, любой фармацевтической компании, когда мы можем говорить о том, что действительно существуют прорывные молекулы, которые позволяют принести, так сказать, другое качество жизни пациенту с онкологическим заболеванием. Кроме того, одним из трендов я бы отметила и клинические исследования в области вакцинальных препаратов. Сейчас существует так называемая тройка вакцинальных исследований – это ВИЧ, малярии, туберкулез, тогда, когда разрабатываются новые вакцинальные препараты, новые вакцины. И в этом году началось большое клиническое исследование по изучению вакцины против вируса иммунодефицита человека. И все, конечно, мы ждем, что в конце концов, через пару лет мы получим хороший результат и можем сказать, что мы победим в конце концов вирус иммунодефицита человека, исследование будет, конечно, долгое, большое, длительное, с большим количеством пациентов. Но, тем не менее, я думаю, что наши коллеги из западных фармацевтических компаний, которые проводят это исследование, в конце концов предъявят миру хороший результат. Конференция Адама Смита «Клинические исследования в России» – она, прежде всего, научно-практическая, поскольку здесь встречается наука и практика, как-то в одном кабинете, что называется, в одном зале, когда мы можем обсудить те вещи, которые нам интересны. Очень важно, что в вашей конференции принимают участие не только сотрудники фармацевтических компаний, но есть еще и исследователи. Тогда, когда мы можем встретиться, действительно обсудить какие-то наиболее наболевшие вопросы, тогда, когда мы можем посмотреть другого в глаза и получить друг от друга какие-то ответы, которые, может быть, не могли задать по какой-то причине. Наполняемость конференции «Клинические исследования в России» поражает, потому что огромное количество вопросов и тем, которые обсуждались эти два дня, оно еще долго будет перевариваться, еще долго будут просматриваться какие-то презентации и слайды, поскольку действительно объем информации большой и, главное, полезный и интересный. И важно, опять же, в таких вот конференциях, что те докладчики, которые рассказывали те или иные темы, свои темы, они действительно специалисты в своей области. Это люди, которые с этим работают, это люди, которые это понимают, люди, которые умеют. Они могут передать свои знания нам, что, безусловно, очень важно в рамках проведения конференции. Редактор субтитров А.Семкин